Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Оперативники Управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми перекрыли два несвязанных между собой канала вывоза гомельчанок за пределы Беларуси с целью сексуальной эксплуатации. В начале сентября двое жителей Российской Федерации приехали в Гомель в поисках молодых девушек для дальнейшей работы жрицами любви на территории сопредельного государства. Поездка оказалась результативной. Две гомельчанки согласились отправиться за длинным рублем. Однако план переправки будущих секс-рабынь провалился. В Добружском районе 2 сентября на границе Беларуси и России автомашина с россиянином и девушками была задержана. Спустя три дня в деревне Головинце Гомельского района оперативники отдела нравов при поддержке бойцов гомельского ОМОНа остановили еще один автомобиль с российскими регистрационными знаками под управлением гражданина этой страны. В салоне машины находились еще два жителя Новозыпку в Абрянской области. Предварительно установлено, что это преступное трио работало на территории областного центра и пригорода с июля этого года. Россияне предлагали потенциальным жертвам работу в престижных отелях и секс-эскорте за немалые деньги. В настоящее время организаторы канала вывоза девушек задержаны. Гомельским РОСК возбуждены уголовные дела по факту организации занятий проституцией, сопряженные с вывозом людей за пределы государства. В Гомельском районе 61-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ и двигаясь по автодороге Гомель-Кореневка, совершил наезд на 69-летнего велосипедиста. В результате происшествия мужчина с травмами был доставлен в больницу. Через два дня похожий случай произошел в Мозырьском районе, где 38-летний водитель, двигаясь на автомобиле Лада Гранта, совершил наезд на 66-летнего велосипедиста, который поворачивал налево с правой обочины. Велосипедист от полученных травм скончался. Светлогорский 22-летний мотоциклист из-за совершенного им ДТП также оказался в больнице. В Лоевском районе в субботу водитель автомобиля Мерседес Бенц совершил столкновение с другим автомобилем этой же марки. В результате происшествия ехавший в качестве пассажира 46-летний мужчина с травмами был доставлен в больницу. В случае с велосипедистами дорожно-транспортные происшествия произошли по вине самих велосипедистов. Они не убедились в безопасности своих манеров. Мотоциклист неправильно выбрал скорость движения, в результате чего наехал на бордурный камень, а после на опору линии электропередачи. В Лоевском районе водитель автомобиля не предоставил преимущества в движении другого автомобиля произошло столкновение. Система «Молния» оповестила ранним воскресным утром спасателей о пожаре на территории Хойницкого лесхоза. Загорелся ленточный транспортер для подачи лесоматериала в цех. Спасатели в считанные минуты прибыли к месту возгорания и ликвидировали пожар. Огнем уничтожено 30 погонных метров транспортера, повреждена кровля цеха, а также штабель круглого леса. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара, занос постороннего источника зажигания извне. Днем ранее в субботу спасатели ликвидируют ЧП в одной из школ железнодорожного района Гомеля. Инцидент произошел в кабинете географии, расположенном на третьем этаже. Предварительно из-за короткого замыкания в электровентиляторе и вытяжке произошло возгорание электропроводки. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно решили проблему. Серьезных последствий удалось избежать, никто не пострадал. Имущество школы за исключением самой вытяжки осталось невредимым. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.